Я, в общем, учился на два поделать и закончил москву в консерватории, и многие думают, что я и они, и, на самом деле, не так. После окончания консерватории я играл в течение где-то... В течение 3-х лет в джазовом оркестре, джаз-произнял в корне, но как-то с вакцором не родилось, и я, в общем, решил перейти на фрикет-город. Это тоже джазовый инструмент, его юно-садиды используют на своих джаках. Также я учился у одного из самых известных волторнистов современности, Акадия Жукова, который мне подарил этот оркет-город. Я не играл на него уже 5 лет, но он у меня стоит появиться, и я решил вам продемонстрировать этот оркет-город. Он настоящий, это настоящее дерево, он немножко укороченный, потому что обычно оркет-город достигает от 5 до 18 метров. Обычно альпийские органы используют в Альпах, в Швейцарии и во Франции, чтобы, собственно так, напомнить музыкальный язык. У горцев, у альпенхорма альпийский рок, то есть в Альпах это используется. Сегодня мы, как обычно, играем в первый час абсолютно свободную импровизацию. Мы никогда не репетируем, не готовимся к этому, и у нас нет никаких абсолютно заранее готовых импровизаций. То есть все, что мы делаем здесь, это как бы абсолютно новое музло, и то, что сейчас мы будем делать, это абсолютно новое. То есть я думаю, что, в принципе, вы первые в Краснодаре, кто в кафе пил альпийский рок. Я думаю, что теперь у нас в истории. Поэтому здорово, что у нас будет он. Но я рад, что вы первые, это правда? Я еще приехала. Айкадек Беспасина. Дело в том, что мой кинеколог, как я ежегодно выступал в муниципальном зале, но обычно в барах, в муниципальном зале можно не встретить практически даже надежды в Швейцаре. Поэтому, в общем, сейчас у нас небольшая заменка, и Лена Даня у нас пока четвертый. В общем, да. Преподолжка рассказывается. Я учился в Гамбурге, на Маутроге. Здесь такой замечательный город. Он один из самых многочисленных по количеству постов и студентов. Это самый студенческий город. Тогда я поступил, в общем, сам и ужасно разочаровался, потому что хотел приехать в Германию жить. Но настолько мне там не понравилось. В общем, там страшные женщины и очень скучно. Лена, ты готова, да? Поставишь свою примочку? Конечно. Ну, я вернулся в Россию, собственно. И включился дальше уже непосредственно. Закончил полотармин. Так что... Можно, в принципе, пока что включить музыку в бюджет, потому что нам еще нужно опять немножко настроить на мою руку. Но не искать музыку в бюджет. Да. Не искать. Смотрите. А, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сегодня у нас будет необычный вечер, потому что у нас свои гости из Латвии, Элизабет, выступит от 2-го электрического населения электронного лайфса для Иоанна Даймер вместе с нами. Мы даже не знаем, что вообще будет. Этот стол, он свободен, да? Он без бутылки, он свободен? Депозит, а, всё понятно. И, в общем, вас ждёт электронная музыка, сначала этническая музыка, потом электронная музыка. И в конце мы будем рубить электро... я даже не знаю, как это назвать, потому что мы играем электронную музыку, тяжёлую рок-электронную музыку на электронных экспериментах. Это такая, в общем, интересная практика. Поэтому, в общем, исполняйтесь вечером. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...